Добрый вечер! А представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям, как вас зовут? Кадетов А вы из какого храма? Да, Христоразисинский храм Я вот что хотела спросить, я вижу сегодня здесь огромное количество молодых людей И кадетов, девушки И очень хорошо, что, знаете, вот посмотреть, как бывает молодежь идет куда-то на дискотеку Или куда-то на такие мероприятия А вот здесь они явно готовились Тут у нас присутствуют волонтеры молодежного движения фонда «Время» И вот девушки себе заранее выбирали платье Мальчики брали уроки танцев Вот как по-вашему, вот такие балы, они нужны молодежи? Вот ваше мнение Да, я считаю, что это сохранение традиций Это умение танцевать Что люди забыли И вот это возрождение, это очень для нас важно И когда это происходит в здании мэрии, правительства Москвы И когда это происходит в центре Москвы И когда люди с удовольствием разных поколений, разных возрастов Танцуют, их обучают И это здорово, то есть и молодежь, и разные поколения Я считаю, что это необходимо И то, что это возрождается, то, что организаторы пытаются это возродить Это просто уникально, они очень научны Батюшка, это ваши красавицы? Это две мои дочери Они тоже берут уроки танцев И тоже, так сказать, пришли на бал Девочки, а у меня к вам тогда вопрос Скажите, пожалуйста, а вот вам интересно Общаться со старшими людьми? Или скучно? А что-то новое, вот вы можете от них узнать? Вот я сама сегодня здесь увидела Но я уже второй раз с ним пересекаюсь Изумительно интересный человек Он был дводняком Сталина много лет Вот, ему же за 90 И он сегодня танцевал Я, честно, я восхищена Он не только танцует, он очень интересные истории рассказывает Мария и София его знают, общаются А вы тоже знакомы, да? Да, и вот это очень уникальный человек Здесь очень много уникальных людей присутствует Это вещи, которые должны происходить А мы, как юность, да, как старость Это новая Россия, это лицо новой России А вот скажите тогда ваше мнение Вот молодежные движения, ну, такие как фонд «Время», там еще другие Есть сейчас молодежные движения, которые именно изучают историю, культуру России И стараются как-то вовлекать молодежь именно в это То есть оторвать ее от компьютера, вытащить ее из интернета Вот это удастся? Вы верите, что такое может быть? Я считаю, что лучше что-то делать, да, чем ничего не делать Надо не только делать, надо показывать молодежи на своем примере Показывать на определенные вещи и рассказывать им историю Чтобы они ее знают и наши корни, и наши истоки Поэтому, я думаю, здесь все... Здесь важно еще смотреть, как все одеты Молодежь учится в старшем поколении Как нужно танцевать, как нужно одеваться То есть это вот своего рода, где вот еще молодежи сейчас вот себя показать Как вот красиво в платье, как вот на таких вот балансах Ну вот невозможно девушку в таком платье вот взять, например, там сказать Эй, ты, а ну пошли, да? Это в голову уже не приходит как-то Это уже определенный статус, да? Как вот раньше, в то время, да, дворяне были, как-то было Каждая девушка должна была, что умеет? Танцевать, петь и знать иностранный язык Поэтому это хорошо, если сейчас вот это вот такое классическое образование Смотрите, как прекрасно там все, то есть просто вот приятно посмотреть Да, все-таки мероприятие, конечно, мне очень тоже нравится Вам хорошего вечера Спасибо вам большое Девочки, а я надеюсь, что вы здесь познакомитесь с настоящими интересными молодыми людьми А не теми, которые сидят в интернете и по клавиатуре, щелка Спасибо огромное Спасибо 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 Спасибо